здравствуйте алексей дмитрий ну что рассказывайте что у вас случилось хвастайтесь ну возникли моментики на этапе строительства на финальном так сказать и решил вызвать вас убедиться чтобы вы проект проинспектировали кровлю и выявили какие-то моменты чтобы до того как я произведу расчет с исполнителями можно были какие-то моменты устранить и но повлиять как-то на а вот строитель еще здесь еще не но отлично сейчас разберемся проверим качество крови нах работ в сокрове здесь сложно есть и бассейн круга над бассейном пойдем наш заказчик еще не знает будет ли это холодный этаж либо эксплуатированная мансарда будет решать потом в процессе проживания хочу вам показать сразу что бросилось в глаза такие гирлянды это обычный армированный скотч профессионал вам скажет что для проклейки пароизоляции вот этот скотч который продается на каждом углу или на строительном рынке по 100 рублей по 150 так называемая армированный скотч он не пойдет посмотрите все что с ним происходит отклеивается что он есть или нет есть скотч и надежная но они продаются как правило на профессиональных хрульных магазинах нормальный скотч для герметизации стыков пароизоляции будет стоить около тысячи рублей не меньше они 150 утеплитель весь мокрый у ее ее и там букет целый вот обычная мешковина гидроизоляция зазора там нет утепление 200 фишка в том что вот эта пароизоляция не это не совсем не пароизоляция и за спан а он дышит в ту и в обратную сторону можно просто утеплитель утеплить здесь лаги сделать его здесь у расположить значит либо оставить так как есть и не давать сюда тепло так но я в принципе так и планировал то есть вот это вот закрыть закрывать потому что все пойдет сюда вот так как будет со всеми досками я понял а если была бы нормальная пароизоляция типа б капли были бы сверху ну ну лишняя она в тем утеплитель не шло но сделать две-три вытяжки там на коньке вот а почему там приют капли потому что ну самая высокая точка все туда идет и я вам еще рекомендую именно здесь у вас большой дом смотрите большой чердак обязательно врежьте одно мансардное техническое окно потому что кровлю вас большая она будет требовать профилактического обслуживания вас будет проблема там вставить когда леса туру или лестнице чтобы выбраться на нее техническое окошко вы открыли там специалист вылез обследовал винт шахту антенну обслужил и спустился благополучно а так чтобы забраться целая история принципе площади здесь достаточнее учитывая два этажа и вот получился такой чердак по проекту это помещение планировалось быть холодным площади и так достаточно но заказчик как всегда увидел пространство на чердаке и оставляя для себя возможность может быть сделать мансардный этаж здесь сделать здесь отопление вот ему сделали работы утеплили эту мансарду и заказчик вызвал нас чтобы мы проинспектировали как выполнены работы у заказчика появились сомнения и они действительно не беспочвенно основная причина это незнание технологий и безграмотность при применении и выборе материалов строительных да просто подходит к теме номинально вот использовали в качестве пароизоляции материал который я не знаю даже без названия но по характеристикам он выполняет функции как в ветровлагозащита он дышит и в ту и в другую сторону пропускает сквозь себя влагу такой материал я бы использовал только как ветровлагозащиту на фасаде а и и здесь использовали в качестве пароизоляции поэтому вся влага проникает прям в утеплитель утеплитель весь мокрый пароизоляция типа b как-то кусочками видно скатывается капли конденсата и я вскрыл небольшой участок вот повышенная влажность здесь нет вентиляции абсолютно обязательно здесь нужно сделать в самой верхней точке один или два вентиляционных выхода самый простой вариант это оставить как есть сделать чердак холодным только сделать качественный люк заблокировать сюда доступ тепла сделать хорошую вентиляцию вверху доски в грибке и про антисептирует специальным химсоставом отбелить доски а теперь другой способ он подороже если это помещение сделать отапливаемым завести сюда инженерию отопления то весь пирог придется полностью переделать соответствии с технологией для мансардных крыш решение будет принимать заказчик бассейн ребят это прекрасно принимать вонные процедуры но есть нюанс я заказчику сразу сказал хотите я расскажу как производили здесь работы была сделана стропильная система подбито обрешеткой сплошной а потом рабочие сверху делали пароизоляцию обволакивали стропила заказчик мне говорит откуда ты это знаешь для это элементарно потому что видно стропила как обвернутые пароизоляции это грубейшая ошибка в этой зоне вообще нет утепления там будет конденсировать и пред доски особенно на мансардной кровли где есть бассейн здесь будет места с повышенной влажностью вторая ошибка там обычная гидроизоляция типа d как мешковина здесь требуется супер диффузионная мембрана требуется замена пароизоляции и замена гидроизоляционной мембраны на супер диффузионную мембрану ну соответственно все это переделать сделать утепление правильным печально обрешетка сделана неправильно саморезы находятся к сожалению не в нужном месте под волной они расположены хаотично это противоречит технологии такое ощущение что работники ошиблись с интервалом обрешетки и связи с этим получилось вот такая вот оказия посмотрите как сделан конек как криво тут комментарии излишне вот сопряжение дымохода кровельный материал испорчен это уже достаточно чтобы объявить работникам в их непрофессионализме или несоответствии и вообще бы деньги им не платить все узлы сопряжения дымоходы примыкания в печальном состоянии сделаны номинально я удивляюсь я не знаю как вода не течет хочу здесь не сделали гидроизоляцию вот здесь на открытом участке вы думаете капать не будет какая разница даже крышу а внутри ну а суда можно вы уверены в этом точно вася вот алексей говорит что зазор должен быть ютавеки у тебя интернет просто займись чтобы я не не тратил на это время подстраховать да какой-то там глыба будет лежать еще вот дождь я говорил там зазорная отдела когда гидроизоляция d этот в 90-х начала 2000 супер диффузионных мембран не было вот мы так делали да а супер диффузионная она ложится прямо на утеплитель материал укладывается непосредственно на утеплитель без я на день по два раза я об этой проблеме говорю а понял где-то 40 у вас там вентиляция до 40 вентиляции вот там сверху они сразу службы поддержки ютавек не трать время сейчас отопление не сейчас бы мы все это увидели отопление сейчас бы было здесь дали бы и минус на улице и все итак мы приехали на диагностику здесь дом из клееного бруса кровля здесь мансардная из цементно-песчаной черепицы у заказчика есть сомнения что работы сделаны некачественно первое что мне бросилось в глаза гидроизоляция есть здесь но только в участках по периметру по контуру дома открытые участки террасы или карнизные участки гидроизоляции нет я просто удивился обратил внимание сразу не заходя вовнутрь видно утеплитель со стороны улицы здесь нужно обязательно все это завернуть закрыть вот межстропильное пространство сделать типа такой заглушки либо из доски либо из пароизоляции то есть утеплитель так нельзя оставлять холод не должен проникать в утеплитель потому что зимой здесь будет такая же индивелость будет появляться и не и так дорогие друзья хотелось подвести некий итог вот я провел две диагностики и ситуация конечно печальная как со стороны строителей так стороны заказчика все понесут финансовые потери строители понятно не получат своего гонорара а заказчик потраченные нервы время и испорченный материал и я думаю финансовые потери тоже вы часто пишите в комментариях что заказчик сам виноват зачастую ищет подешевле вот и получает такой результат возможно я соглашусь с вами но не всегда даже если платить много это не дает вам никакой гарантии вам могут сделать точно так же только за большие деньги это еще хуже в первом случае ребята работали со средней азии когда я приехал на диагностику руководства не было ребята строители ждали в вагончике никто со мной не спорил ну и вам все очевидно вторые значит ну понятно что спорят со мной защищают свою работу это понять можно всем хочется с наименьшими потерями решить вопрос я хочу посоветовать как уберечься от финансовых потерь и заказчикам и строителям вот смотрите два объекта вызвали на тех надзор уже постфактум когда все работы закончены я считаю что это неправильно потому что ну как минимум материал испорчен нужно там переделывать и уже конфликтная ситуация если вы не знаете строителей и в них не уверены вызывайте тех надзор где-то но на экваторе еще когда работы ведутся хотя бы пускай он пообщается со строителями выяснит их уровень квалификации что они собираются делать и так далее строительство без инженерного контроля я сказал это рисковое мероприятие вы рискуете однозначно это касается заказчиков строителям я хочу дать совет такой что нужно строить по технологии соблюдая все инструкции как будто завтра приедет технадзор или экспертиза оценивать вашу работу и вы будете чувствовать себя в порядке они как школьник с невыученными уроками и не беритесь за работу которую вы не можете сделать на этом все с вами был я мороз алексей компания кров монтаж оставайтесь с нами ставьте лайки всем пока